Для ликвидации трёхсменки по всей Бурятии строятся новые школы, реконструируются старые. В рамках нацпрограммы образования возводится и самая большая школа на Бурводе. Здание состоит из восьми блоков. В них будут бассейн, три спортивных зала, мастерские по обработке дерева и металла, библиотека, отдельное книгохранилище и хореографический зал. Для девочек предусмотрели учебные помещения для эстетического воспитания и трудов. 1275 детишек в одну смену будут учиться здесь, а у нас будет две смены. На сегодняшний день у нас просто-напросто требуется действительно 173 педагога во все образовательные учреждения нашего города. Это и дошкольные учреждения, и непосредственно школы. Поэтому мной было дано поручение нашему комитету по образованию по подготовке и подбору кадров для наших общеобразовательных и дошкольных учреждений. Приглашаю всех, кто изъявит желание работать с нашими детьми, учить наших детей к нам на работу. Вакансии есть, мы всех трудоустроим. Уже известно, кто будет обучаться в новом здании. В него практически в полном составе переедет школа номер 8 и преподавательский состав, и ученики. При этом здание 8-й школы тоже не будет стоять без дела. Его займет школа номер 44. Мы принцип добровольности и согласия родителей соблюдаем. Проведен опрос. 2500 детей обучается. 113 детей пожелали остаться в здании старом на Толстихино, потому что они очень близко живут. Для обеспечения безопасного движения детей к школе проложили асфальтированную дорогу с тротуаром. Также на проезжей части установили новый светофор, который хорошо заметен в темное время суток. В целях исключения ДТП на улице автотранспортная был установлен светофор, было выполнено уширение. Все было сделано для безопасного перехода в магистральной дороге, чтобы дети безопасно переходили и следовали к школе. Строительство школы завершится уже в конце этого года. И скорее всего 1 сентября она распахнет свои двери для новых учеников. Юлия Туманова, Булат Зандаков, телекомпания АТВ.